Зимой нам так не хватает летнего природного разнообразия. Весенней нежности и осеннего погрянца. Для того, чтобы не пасть в депрессию, человеку просто необходимо окунуться в лоно природы. Психологи уверяют, декоративные комнатные растения прекрасно справляются с этой задачей. Яркие краски цветов вдохновляют и вселяют оптимизм. А буйство зелени дарит покой и умиротворение круглый год. Светы любят все, но не каждый осмелится разводить их дома, боясь сложности в уходе. Тем не менее, существует множество растений, которые подойдут для квартиры и офиса. Сегодня мы узнаем, какие виды самые неприхотливые. И познакомимся с рекомендациями специалиста по их содержанию и уходу. В этом вопросе нам поможет Ирина Лаптева, консультант отдела сад и огород. Здравствуйте. Добрый день, Наталья. Любое растение нуждается в индивидуальном подходе и соблюдении оптимальных условий жизнедеятельности. Ирина, наверное, неопытному цветоводу лучше начинать с выносливых экземпляров, которые смогут простить ошибки начинающего любителя. Для любителей и для тех, кто только начинает разводить растения, я бы посоветовала декоративно-лиственные растения, например, аспарагус, хлорофитум, замякулька, скрасула. А для тех, кто хочет свой глаз радовать цветущими растениями, это колонхоид цветущий, это азалия, бегония, это фиалка, ну и, естественно, роза и орхидея. Ирина, какие цветы посоветуете для квартиры? К примеру, аспарагус – замечательный цветок, который будет дарить нам чудесную зелень. Он очень неприхотлив в уходе, это раз. Почему? Потому что поливать его нужно редко, примерно раз в две недели. Но полив должен осуществляться либо в поддон, либо погружением в емкость с водой. Почему? Потому что пропитывается земляной комой влагой и избавит вас от дальнейшего беспокойства за полив этого растения. Уникальность аспарагуса в том, что он в воздух выделяет не только кислород, но и еще очень полезные для человека бактерицидные средства, которые мы поглощаем при дыхании с воздухом. Также я могу посоветовать еще одно замечательное деревце, действительно это деревце. Называется оно денежное дерево, красула или толстянка. То есть названия у него несколько. Деревце это очень неприхотливое, хотя с виду кажется такое серьезное и могучее. Поливать его нужно очень редко. Достаточно полива всего один раз в 30 дней. То есть не нужно беспокоиться больше, чем раз в месяц его поливать. Конечно же нужно подкормить, для того, чтобы крона у него была пышная и шикарная. Также вы можете это дерево моделировать. То есть вы с ребенком, либо бабушка с внучкой, с внуком, можете взять специальные садовые ножнички и сформировать ему крону, для того, чтобы ваше дерево приняло вид настоящего, ну скажем, такого... Шарика. Настоящего шарика, да, действительно. Еще есть такая примета у денежного дерева. Почему денежное? Если первый хозяин, который его купил именно, либо потихонечку украл листочек, посадил и вырастил, при первой пересадке положил на дно горшочка монетку, рубль, доллар, евро, все что хотите можете положить, даже можно 100 долларов положить, то это растение будет приносить вам прибыль, именно тому хозяину, который положил денежку в горшочек. И даже говорят китайцы, что если вы это дерево продадите, либо кому-то подарите, то прибыль будет идти тому, кто положил монетку. Царица цветового орхидея. Ирина, она слишком капризна в уходе? Вы знаете, я думаю, что нет, не слишком капризна. Я просто расскажу несколько секретов, чтобы вот эта царица вас радовала долго и счастливо, много-много лет причем. Значит, при приобретении орхидеи, красавицы, обязательно нужно ее пересадить, выбрать кашпо, либо с отверстиями, либо нет. Кашпо называется специально для орхидеи, орхидейницы. Обязательно нужно приобрести грунт, подходящий для орхидеи, потому что простая земля, это не для нее. Она любит сбор различных коры, мхов. То есть земля ей не подходит. Пересадить орхидею нужно обязательно посмотреть, есть ли у нее сухие корешки. Если таковые имеются, их нужно аккуратненько ножницами, либо садовыми ножницами обрезать и прижечь толченым активированным углем, для того, чтобы посторонние бактерии не проникли в корни. Пересадили орхидею в новый горшочек, ее нужно полить. Полить ее нужно погружением в воду. Берем емкость с водой, берем орхидейку, прикрываем грунт, опускаем в емкость с водой, заполняем ее, минут на 5-10 оставляем ее в воде, потом вытаскиваем. Если у вас есть отверстия в кашпо, вода выходит лишняя через дно, если нет, то путем переворачивания вниз сливаем лишнюю воду, ставим на подоконник. Если ваша орхидея цвела, нужно аккуратненько ножничками удалить цветонос до последней живой почки. Живая почка, она вот такая светленькая. Когда она сухая, значит она уже цветоноса не даст. Просто отрезаете, точно так же ставите на подоконник и ждете следующего выброса цветоноса. Орхидея цветет несколько месяцев, цветет очень шикарно. Некоторые сорта орхидеи, они издают запах. Это, например, дендробиум и мелтония. Еще два любимца наших покупателей и покупательниц. Это антуриум и спатифилум. Антуриум в народе называют мужское счастье и женское. То есть форма цветка сама за себя говорит. Их нужно обязательно в квартире, либо в доме содержать в паре. Тогда гармония, спокойствие и счастье вам обеспечены на многие года. Уход за ними очень простой. Вовремя полить, ну буквально раз в две недели. В эти же две недели можете дать небольшой прикорм. Минеральное, либо органическое удобрение. Обязательно после покупки пересадить, поставить красивое кашпо на подоконник, либо поставить любое другое место, где вам больше понравится. Поэтому советую приобретать мужское и женское счастье. Ирина, традиционно комнатные растения размещают на подоконнике. Имеет ли значение, где и в какой комнате они могут находиться? Например, кактусы, наверное, нельзя поставить в детской. А растения, которые источают аромат, не должны стоять в спальне. Безусловно. Наталья, для каждой комнаты, конечно, нужно подобрать свое растение. Например, вот цитрусовые можно разместить в детской комнате. Почему? Потому что эфирные масла, выделяемые этими листьями и плодами, воздух будет очень успокаивающе действовать на ваше любимое чадо. Особенно, если ребенок гиперактивный, цитрусовое растение, независимо от того, имеет оно плоды или нет, обеспечивает вашему ребенку спокойный сон. Допустим, бегония, цветущая, либо декоративно-лиственная, и фиалка. Это любители пожить в спальной комнате. То есть они будут издавать нежный аромат, абсолютно не будут раздражать глаз яркими цветами. То есть цветки у них нежные и романтичные. Под папоротник, например, я бы порекомендовала поставить в комнату школьникам, особенно младших классов. Почему? Потому что это растение с своей энергетикой способствует хорошему усвоенению материала и настраивает на уверенный лад вашего ученика. Если у вас есть возможность выращивать в доме хвойные растения, то купресус, либо кипарисовик, это будет самый лучший вариант. Почему? Объясню. Потому что, во-первых, он не любит очень сильного полива. Поливать его нужно очень умеренно и редко. Во-вторых, его можно неоднократно опрыскивать из распылителя. То есть это может превратиться в любимую грудь для вашего ребенка. Также подарите распылитель, налейте водички, и каждые примерно 2 часа можно растение это орошать. Ирина, есть ли существенная разница между растениями, которые мы выбираем для офиса, и для дома? Конечно. Разница есть, и разница есть огромная. Значит, в чем разница? Объясню. Есть растения, которые на самом деле растения-вампиры. Они питаются энергией людей. То есть мы хотим дома иметь положительную энергетику. Растения, которые питаются энергией людей, допустим, диффенбахия, монстера, фикус, кротон. Их лучше размещать в учреждениях, там, где много людей, где много посетителей. А еще лучше в бюджетных учреждениях размещать, где люди приносят негативную энергию. Потому что эти растения, они забирают на себя негатив и отдают нам взамен кислород. Поэтому пенсионный фонд, поликлиники, больницы, различные другие бюджетные учреждения – это растения именно для вас. Особенно вот это растение под названием монстера. Мало того, что она красавица, она еще и хищница. То есть у нее настолько сильная своя энергетика, что разместив это растение, допустим, где-то в фойе онкологического центра, людям будет очень комфортно там находиться, потому что она всю вот эту плохую энергетику будет забирать на себя. Одно из таких же растений – это фикус. Хотя мы привыкли к тому, что фикусы у нас размещаются дома и очень активно, но не все знают, что фикусы, каучуконосные, фикусы эластика, их сок млечный, он очень ядовит. При попадании на кожу он вызывает сильнейший ожог. И вот для меня тоже было как бы странностью. Вроде бы как и такое шикарное растение. Мы привыкли, что в наших квартирах оно всегда присутствует, но вот такой недостаток имеет место. Поэтому если вы разместите его в офисе, будете принимать соответствующие меры безопасности при обработке этого растения, то оно будет вас радовать долго и счастливо, много лет. Ирина, ситуация, когда человек очень любит цветы, но вынужден ездить в командировки. Есть ли какие-то специальные приспособления для того, чтобы надолго удерживать влагу расти? Конечно, конечно, такие приспособления есть. Именно это горшочки с автопольем, которые в ассортименте представлены в нашем садовом центре. То есть здесь определенным образом заливается вода, подается дозированно в растение, ваше растение получает нужное питание и влагу. То есть вы спокойно можете до 10-14 дней быть спокойным за свое растение. Есть горшочки с двойным дном, которые также имеют накопительный контейнер, влага постепенно испаряется, дает питание вашему растению. Есть приборы, которые называются увлажнители воздуха, но, естественно, они не на несколько дней дадут возможность вашему растению правильно существовать, а всего на 8-10 часов. Цветоводы считают, превратить комнату в настоящий сад поможет современный вариант высадки декоративных культур, а именно разместить растения не в отдельных горшках, а в одной емкости. Для того, чтобы создать красивую композицию дома, для подарка, либо для себя любимого, вы можете подобрать растения, которые соответствуют друг другу по содержанию и уходу. Например, если вы хотите создать композицию из кактусов, вы можете добавить туда суккуленты. Если вы хотите композицию из цветущих растений, то вы можете подобрать фиалочку и фитонию. Что нужно делать? В емкость нужно насыпать дренаж, сантиметра 3-4. Далее нужно подобрать по характеристикам растений подходящий грунт. Далее, в том порядке, как вам нравится, вы размещаете растения в вашей емкости. Композицию после высадки растений можно украсить декоративными камешками, ракушками, какими-то небольшими глиняными скульптурками. Не забудьте после высадки растений обязательно их полить. Уход за такой композицией точно такой же, как за обычным горшочным растением. То есть обязательно нужно произвести полив. Раз примерно в 20-30 дней растения с поливом нужно подкормить. Если вы хотите, чтобы ваши растения не вырастали в маленькой емкости гигантами, нужно произвести соответствующую обрезку. Вот такая замечательная композиция. Может получиться буквально за считанные минуты. Если вы уже выбрали для своего дома подходящее комнатное растение, посмотрели фотографии, изучили название, то возникает вопрос, где купить здоровый экземпляр. Наталья, я не рекомендую покупать растения через интернет-магазины либо на рынках, потому что нужно обращать внимание на то, как растения содержались во время нахождения на торговой точке. Например, в нашем садовом центре созданы благоприятные, идеальные условия для растений. К примеру, система туман работает каждые 3-4 часа. Идет контроль температуры. То есть температура у нас в гардене не поднимается выше 23 градусов. То есть мы контролируем поток солнечных лучей для того, чтобы не обжечь растения. Ну и соответствующий уход должен быть за растениями. То есть это своевременный полив, подача питания и обработка растений. Опять же специалисты нашего центра могут оказать неоценимую услугу по консультации растений, по уходу за ними. Мы можем пересадить растения ваши. Вы выбираете растения, горшочек, дренаж, землю. И мы окажем услугу по пересадке. Если вы выбрали растения слишком крупные, и у вас трудности с доставкой, то служба доставки бережно и вовремя также доставит ваше растение домой. Поэтому мы приглашаем вас, а также наших всех покупательниц к нам в гарден. Я благодарю вас за полезную информацию. Спасибо вам. Декоративные комнатные растения дома и в офисе успокаивают и снимают стрессовую напряженность. А соблюдая несложные правила ухода за ними, вы получите моральное удовольствие от проделанной работы, эстетическое наслаждение и создаете свой собственный благоухающий райский уголок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова